The snail and the tortoise. It's a snail, it's a tortoise. Улитка и черепашка. И, кстати, это слово, a tortoise, это для сухопутной черепашки. Для водоплавающей есть чуть-чуть другое словечко. Sab the snail and stand the tortoise. Узнаём глагол дальше. Like, это like, его легко узнать. И один звук, liked. Оглушаем, глухой звук, liked. Себ, улитка и Стэн, черепашка любили to go for walks. Ходить на прогулке, кстати, наблюдение. To мы ставим именно перед первой формой глагола. То есть это в чистом виде первая форма глагола. Никакие суффиксы к ней не приделаны. Ходить на прогулке. Walk – это ходить пешком. Глагол такой, да? Ну, пешком значит и гулять, значит и слово прогулка. Together – как? Together. А есть глагол gather – собираться. Вот мы когда собираемся, we gather, и мы становимся together – вместе. Себ, улитка и Стэн, черепашка любили ходить на прогулки вместе. They travel – это. Это travel. Одна L на конце этого глагола. А теперь один звук. Traveled. Traveled. Л-звонкий, так что д-тревел-д. И надо запомнить именно про этот глагол. Когда у него мы приделываем суффикс, то надо еще и вторую L написать. Будет double L. Traveled very slowly. Они travel – путешествовать. Ну, можно так и перевести. Они путешествовали, можно сказать гуляли, ходили, как угодно. Очень как. Slow – это медленный. Прилагательный – медленный. They are slow. Они медленные. А хотели они как. Медленно. Ли. Добавляем суффикс. Вот и получается наречие. Очень медленно они путешествовали. But. Но. That didn't stop them. Enjoying themselves. Но. That – подлежащее. Потому что didn't сразу после него. Didn't после подлежащего ставится. Тогда that – переведем это. Но это не останавливало. Didn't – это такая отмена. Past. У нас весь текст past, как всегда. В минувшем периоде, да? Поэтому didn't. И, кстати, наблюдение. Когда мы используем глагол деловой самый, вот этот делать, do, да? Вместе с частичкой not, таким образом делаем отмену, отрицание, то неважно, что мы берем. Берем don't или doesn't или didn't. Но все виды вот этого do, они сочетаются именно с первой формой глагола. Дальше идет просто первая форма глагола. That didn't stop. Это не останавливало. Them. Их. На they похоже. Но they – это подлежащее. Вот, на первом месте стоит they. И сразу после they идет глагол, то есть сказуемое. А здесь-то совсем другая позиция в предложении. Это дополнение. Это уже после сказуемого. Тогда them. А мы скажем, это не останавливало их. У нас совсем разные слова, да? Они и их. А в английском языке даже видно, что они родственники, эти слова. Это их не останавливало. А потом enjoying. In-форма. От глагола образовалась. Да, есть такой глагол. Enjoy. Enjoy. И в этом глаголе enjoy есть joy. Joy – это радость. Хороший, значит, какой-то глагол. Наверное, радоваться, да? Что-то типа этого, раз там радость. А после еще, после еще. Them selves. Такое слово, которое образовалось из двух. Опять them. Там опять them. А потом еще одна часть. Selfs. А это self. У нас уже это словечко-то прижилось. Мы делаем селфи. Фотографируем сами себя. Себя. Вот что самое главное. Это себя. Вот такое получается местоимение. Именно об этом и говорит, что подлежащие что-то делают с собой. Но селф реагирует на то, сколько подлежащих. Это кто-то один? Тогда селф. Или их много. Тогда надо прям множественное число, прямо plural сделать с этой деталькой. С этим селф. И именно у селф, когда приходит, и с очка приходит сделать множественное число, прям как у существительных. Ф фырчит и убегает. Вообще убегает. И приходит на место Ф буква Ви. Ее напарница. У них звуки парные. Ф, В. И, конечно, еще И. С ума сойти. Потому что, когда у Эсочки проблема-то, И всегда прибегает тоже. А у Эсочки проблема, потому что перед ней буквы убегают. Убегают и прибегают. Получается, как обычно, так вот бывает, так и у существительных, у некоторых. То же самое происходит, что Эв фырчит и убегает. И здесь вот эта деталька превращается в селфз. Но это прям деталька такая. Мы должны ее приделать к первой части. Если я, например, я что-то с собой делаю, I enjoy. I enjoy. Я радость себе. Себе я. Тогда my self. Надо взять my, мой. Соединить с селф. А вот этот глагол, кстати, enjoy, он всегда сопровождается вот таким местоимением. Получается, это возвратное местоимение. Потому что с собой-то как бы возвращаешь это действие на себя. I enjoy myself. Я, ну, наслаждаюсь, можно сказать. Когда радость, это наслаждаешься чем-то, да? А они же, они. Они. Значит, они. They enjoy themselves. Но здесь мы взяли форму enjoying. Мы сделали фактически такое существительное. Они путешествовали очень медленно. Но это... Ну, мы скажем, как-то не останавливало их наслаждаться. Странно звучит. Но это не мешало им. Мы так всегда говорим. Это не мешало им наслаждаться. Всё. А, кстати, наслаждаться – это и есть. Ся – вот это у нас. Это и есть себя. They both knew every blade of grass in the garden where they... Глагол жить. Жить. Лив-д. Лив-д. Они. Both – это оба. Оба-обе. They both knew. Читается new. Совсем как прилагательное «новый». Вот два new. Первое new – это прилагательное «новый». N-E-W получилось слово new. А это слово тоже читается new, потому что бедненькая Kay обижена. Когда она слово начинает, а дальше сразу N, то она вообще не читается. А вот это второе new – это форма глагола. Это вторая форма глагола know – знать. Они оба знали каждую blade of grass травинку в саду where где где они жили lived and no matter how far they walked walked и matter Мы как спрашиваем? What's the matter? В чём дело? Matter Суть дела matter No matter Нет matter Неважно, короче. Никакой сути дела нет. Неважно. Переводим «неважно». No matter И неважно как how far далеко Как далеко они ходили, уходили, гуляли, да? Walked Неважно, как далеко они ходили They only had to pop their heads under their shells to be back home again Они they only только had to pop Had Это have Вторая форма иметь Но после него несуществительное что они там что-то имели А после него to И идёт первая форма следующего глагола pop А это надо знать have has had to И дальше идёт форма следующего глагола Это переводится им надо Надо было у нас Да, у нас же had Или Они вынуждены были Особенно используется когда вот внешние обстоятельства заставляют что-то сделать Им нужно было Вот так мы говорим с нужно нашим им нужно было только only pop their heads pop Мы знаем это слово в слове попкорн попкорн А как попкорн-то делается? Кукурудинки там взрываются да Вот так pop they pop Так Какое-то быстрое такое действие Здесь, конечно, взрываться нам не подойдёт потому что после pop дополнение their heads их головы Так, подумаем подумаем Им всего лишь нужно было pop their heads under their shells под их shells под их shells The bulls have shells Оба они имеют по-английски именно shells А у нас у улитки раковина, да, ракушка а у черепашки панцирь А по-английски это одно слово shell под их под их ракушку и панцирь Вот так скажем to be back и на конце цель Когда цель какая-то есть в предложении то как раз так и ставят на конце берут именно то потом, конечно, первую форму глагола а мы скажем чтобы добавим словечко чтобы быть back home back be back home чтобы оказаться можно сказать да, обратно дома а вот снова ещё again Итак, сейчас подумаем про поп как его перевести Им всего лишь нужно было быстренько убрать их головы под раковину и панцирь чтобы оказаться снова дома Субтитры сделал DimaTorzok